15 сентября открывается обновленный музей имени Сурикова. Первую экскурсию для всех желающих приведет сама хозяйка Сапняка, Верни Клавна Гадалова. Подробнее на эту тему мы поговорим с директором музея Владимиром Лузановым. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Вот в чем особенности нового облика музея? Вы знаете, в результате тех научных изысканий, которые проводились как сотрудниками музея, так и специалистами в области сохранения объектов культурного наследия, в этом году были проведены работы по восстановлению определенных элементов исторического облика здания. И в результате нам удалось вернуть утерянные в 2014 году скульптуры грифонов над главным входом. Более того, были восстановлены или более проявлены скульптурные элементы на стенах здания. Кроме того, был возвращен исторический цвет стен здания и, самое главное, ограды, чугунные ограды. Так как мы постарались привести в максимальное соответствие наш облик одного из нашего зданий с изначальным планом архитектора Соколовского. Для вас это почему так важно было? Вы знаете, потому что музей по своей сути занимается сохранением культурного наследия. Мы как художественный музей храним в первую очередь, конечно же, произведения изобразительного искусства. Но находясь в столь значимом для Красноярска здании, конечно же, для нас это одна из первоочередных задач. И наш учредитель Министерства культуры Красноярского края это прекрасно понимает и всячески способствует нам в этом деле. Вот это событие, оно какую несет значимость для края? Для края это, безусловно, значимое событие, потому что это одно из наиболее значимых архитектурных зданий самого Красноярска, расположенного в центре. И более того, мы очень надеемся, что восстановление исторического облика этого здания, возможно, положит старту новых других проектов, организации, может быть, музейного квартала в рамках вот этой территории. Поэтому это, безусловно, очень важная историческая роль и культурная роль для всего населения. Это же символично, что первую экскурсию приведет хозяйка особняка Вера Николаевна Годолова. Да, конечно, это очень символично, потому что, безусловно, воссоздание исторического облика, оно влечет для нас определенную ответственность. И поэтому к нам пришла такая идея, что мы используем персонаж Веры Николаевны для проведения этой экскурсии. И мне кажется, нам удалось максимально, в том числе и внешне, достичь сходства с Верой Николаевной. Вот Вы же сами недавно стали директором этого музея. Для Вас это важно, что именно в этот период? Конечно, конечно, потому что у нас, тем самым мы пытаемся открыть новый музейный сезон в нашем учреждении, потому что красноярцев ждет до конца года ряд очень значимых событий, которые будут проходить в стенах нашего музея. И тем самым мы пытаемся подчеркнуть то, что наш музей не стоит на месте, он развивается и будет всячески способствовать пожеланиям нашей публики. Владимир, у нас есть фотографии отремонтированного музея. Давайте мы их покажем на экране. Давайте. А Вы расскажете, что там происходит, что отремонтировали? В данном случае речь идет об интерьерах нашего здания. Это наш зеленый зал, где расположено искусство передвижников. А вот если говорить о данной ситуации, то теперь, проходя здание, Вы увидите обновленный, точнее не обновленный, а восстановленный цвет чугунной ограды, которую мы сейчас видим. Да, да, да. Более того, сейчас у нас появились грифоны, о которых я уже сказал. И самое главное, к сожалению, здесь это не очень хорошо представлено, но в зале, где представлены произведения Василия Ивановича Сурикова, мы восстановили изначальное окно, которое занимает по сути собой... Витражное окно, да? Витражное окно, да, витражное окно, потому что в этом зале изначально располагался зимний сад, и, соответственно, для растений требовалось много света. И нам вот из двух окон на сегодняшний день удалось восстановить одно. Мы очень надеемся, что в ближайшее время мы займемся восстановлением второго окна. Вот ремонт, новая жизнь, новая страница. Какие планы на ближайший год? На ближайший год у нас очень интересные планы. В первую очередь, это, конечно же, празднование юбилея нашего великого земляка Андрея Геннадьевича Поздеева. 27 сентября в одном из наших зданий на проспекте Мира-12 откроется очень крупная выставка, посвященная творчеству Андрея Геннадьевича Поздеева. Всех приглашаем желающих. Кроме того, 1 октября уже в пространстве, вот обновленном историческом, у нас будет открыта совместная выставка с Омским областным музеем изобразительного искусства 19-го, начала 20-х веков. И для красноярцев будет уникальная возможность увидеть новые произведения Айвазовского, Левитана, Шишкина, Репина. Всего около 30 произведений мы привезем из Омска, плюс дополним нашими произведениями, которые ранее никогда не выставлялись. Вот это, собственно, два основных мероприятия до конца года. А в новом году мы, безусловно, продолжим развиваться и постараемся еще больше раскрыть наши фонды. Владимир, спасибо вам большое за содержательный разговор. Я напомню, что у нас в гостях был директор музея имени Сурикова Владимир Лузан. Продолжение следует...